С учетом того, что дело идет уже не один год, и мы видим, как слушаются какие-то свидетели, активисты и так далее, и заседания не проходят очень часто. Фактически, получается, сотрудники Беркута провели некоторые в тюрьме 5-6 лет. С учетом того, что они находились в следственном изоляторе во время действия закона Савченко, он на них тоже распространяется, потому что закон обратной силы не имеет. Фактически, эти люди 12 лет уже отсидели, а у нас по законодательству 15 лет максимальный срок, который дают по криминальному кодексу. И даже нет еще приговора первой инстанции, а есть еще вторая инстанция, есть касация, есть еще перерассмотрение дела. То есть, фактически, они что, там вечно должны сидеть, чтобы получить хоть какой-то вердикт? Вы абсолютно правильно обратили внимание. Дело в том, что эти люди, бывшие сотрудники Беркута, действительно уже по 6 лет находились под стражей, фактически. По закону Савченко, о котором мы вспомнили, фактически они отбыли наказание, будем так говорить. Если обращаться к практике Европейского суда по правам человека, то, по большому счету, данная уже приравнивается, их вина не доказана на сегодняшний день, но люди фактически отбывали наказание. И, естественно, в таких условиях людей необходимо было менять меру пресечения, отпускать, и уже в режиме судебных разбирательств они могли и имели возможность доказывать свою невиновность. Но мы знаем о том, что, фактически, изменение меры пресечения произошло. То есть, 28 декабря 2019 года в апелляционном суде было изменено мера пресечения ребятам, и они были отпущены из-под стражи. Естественно, такой порядок вещей за 6 лет власть, которая пришла на крови, власть, которая пришла на крови Майдана, которая фактически на событиях Майдана уселась в кресло провластное, не смогла доказать их вину за 6 лет. Естественно, это говорит о том, что доказательств нет и быть не может, ввиду того, что является очевидным, что в феврале 2014 года произошел фактически государственный переворот путем организации массовых расстрелов людей, массовых вооруженных беспорядков. Я бы их так квалифицировал. Более того, вы же не забывайте, что 18 февраля, накануне этих расстрелов в Западной Украине, активистами были захвачены воинские части и управление МВД, где было захвачено оружие. Я вам скажу официальные цифры. 1625 единиц боевого оружия было захвачено воинских частях активистами. 30 килограмм взрывчатки, 6200 боеприпасов к этому оружию. Это все оружие прибыло на Майдан и в последующем использовалось, естественно, против сотрудников милиции. Вот эти все цифры, которых я вам привожу, это официальные цифры, которые были предоставлены по запросу суда и есть материалами уголовного дела. Следующие цифры я вам привожу. В следствии осмотра по поручению суда спецтранспортоводометы, которые находились на Майдане 20 февраля 2014 года, было установлено на одном водомете 54 огнестрельных повреждений. Что это значит? Это значит о том, что... Это же не дробью стреляли, именно с резным оружием. Да, стреляли и дробью, стреляли и нарезным оружием. Но мы в этих водометах во время осмотра извлекали пули. То есть есть пули, которые были извлечены из обшивки водомета, и они были переданы на экспертизу, естественно. Но учитывая то, что всеми экспертными вопросами занимаются... Ну, эти же пули передаются органу досудебного следствия, генеральной прокуратуре. И генеральная прокуратура уже там занимается экспертными всеми этими процедурами. Поручает правительство в экспертном учреждении, дает доказательства, всю процедуру исполняет. И, естественно, мы доступа никакого не имеем. И что там происходит, как происходит, об этом все молчат. Более того, мне непосредственно бывшие сотрудники Беркут передавали изъятые из обшивки водометов несколько единиц пуль, которые передал, естественно, генеральную прокуратуру для проведения баллистической экспертизы. Мы сначала сами провели эту экспертизу своими силами. Были установлены, что да, действительно это пули, да, действительно это... Потом, естественно, для того, чтобы эти пули идентифицировать вместе с оружием, то только орган досудебного следствия это может сделать. Мы их передали, эти пули, и так ничего не известно. Куда-то исчезли. Куда-то исчезли. Видимо, по закону их уничтожили. На этот вопрос ответа пока на сегодняшний день нет. Потом, я представляю интересы потерпевших сотрудников милиции, в частности, маму убитого сотрудника спецподразделения Беркут Николая Семисюка, которого убили 20 февраля 2014 года на Майдане. Был он убит из охотничьего ружья 12-го калибра. Путем анализа видеозаписей из открытых источников мы установили лицо, кто это сделал. То есть мы видим момент выстрела и фактически видим, кто это делает. Эти материалы в 2017 году были переданы в Генеральную прокуратуру с детальным анализом и, естественно, спросительной частью в адресе Генеральной прокуратуры установить личность данного стрелка. Ну и что вы думаете? На протяжении многих лет Генеральная прокуратура нам отписывалась о том, что они якобы занимаются следствием, но ничего не происходит. То есть ничего не происходило. И только после того, когда случайно в средствах массовой информации появился допрос этого, опять-таки, липового подозреваемого из группы Парасюка, оказывается, что с 2017 года Генеральная прокуратура точно знала, кто стрелок, кто убил Николая Семисюка и даже не уведомила об этом маму погибшего сотрудника. А дела по нему идут? Нет, конечно. А почему? Конечно же нет. Ну, потому что нету воли такой. То есть до сих пор нету воли? Да, конечно. Потому что управление Генеральной прокуратуры, которое расследует дела Майтана, занималось не что иным, как фальсификацией. Мы об этом говорили на начале нашего разговора. Да, вот.